Начинаем движение с севера на юг. Так будет называться примерно и видео. Подъезжаем к проспекту Мира. Эта картинка уже для вас знакома, потому что в других видео это уже фигурировало. Красивое здание. Вот впереди проспект Мира. Выезжаем на проспект Мира и двигаемся в сторону центра, в сторону Садового кольца. Изменений по дороге не произошло. Буду по мере каких-то изменений буду об этом говорить, где что находимся. Повторю, что двигаемся в сторону проспект Садового кольца, в сторону центра по проспекту Мира. Как поняли снимаю на датакам 6 макс. Вот впереди справа видите памятник рабочему и колхознице Мухиной. так сразу отвечу на сообщение на пожелание пользователя сейчас найду его логин. Но логины сложные читать мне. Приходится так как умею. Так логин Брэннен Сепаратистейшен. Сепаратистейшен какой-то. Неважно. Большая просьба. Во многих сериях рассказывает политическая нотка. Зеленые человечки, юмор про санкции и прочее. Это лишнее здесь. Не в обиду автора. Спасибо за понимание. Исключительно из... Отвечаю. Исключительно из-за деликатного и вежливого обращения. Отвечаю на этот комментарий. Ну, во-первых, не зеленые человечки. Это во-первых, а вежливые люди. Ну, и сразу хочу пользователя предупредить. Впереди камера на скорости на полосу. Ограничение 60. На втором аккаунте видеодорог 2 я буду размещать видео без ускорения с реальным звуком, который слушал в салоне автомобиля во время движения. Ну, с небольшими моими поправками. Вот вам, Брэннин Сепаратистейшн, я ни в коем случае не рекомендую смотреть эти видео. Ни в коем случае. По одной простой причине, что вы вот так вот реагируете на политический оттенок, на политическую нотку в моих комментариях. Вы представления не имеете, какие баталии идут на 15 канале, особенно в Восточной Сибири. Лично я, например, неоднократно слышал, когда мне в спину на 15 канале говорили о москаль поганый поехал. Кто это мне говорил в спину? Я пытался потом вызвать на связь этого, как его назвать, Бандерлога, наверное. Но на него там цыкнули, он больше в эфир не появлялся. Он посмотрел, что у меня московские номера, ну и вот высказал свое отношение к этому. Но бог с ним. Те баталии политические, которые развиваются на 15 канале, вам даже и не снились. Вот эти вот ток-шоу, где выступают политологи, там разное по первому, по второму, по четвертому каналу показывают регулярно по другим каналам. Этот детский лепет по сравнению с тем, что обсуждается и что, о чем идет речь на 15 канале, на трассах во время движения. Что я могу вам? Я вам сказал, можете, вернее, и категорически не рекомендую смотреть видео на втором аккаунте Видео Дорог 2. Так, ну мы проехали над третьим транспортным кольцом. Я немножко увлекся ответом. Продолжу попозже. Значит, двигаемся в сторону на Садовое кольцо по проспекту Мира. Но на Садовое кольцо не поедем. Нас навигатор потащил в объезд. Яндекс-навигатор предупредил, что в пробке. И мы вот сейчас будем принимать право, чтобы уйти в объезд. Мне периодически продолжаю ответ на вот что творят. С левого ряда поворот направо. Вот это довольно-таки часто встречается на дорогах в Москве. Да, не только в Москве. Во многих городах России. Так, ну вот подъезжаем, чтобы уйти в объезд. Слышно, да? Что в салоне говорил. Так вот, мне периодически приходят критические замечания. Но поскольку вопрос был в вежливой, уважительном тоне, деликатно задан. Поэтому я ответил на те комментарии, где пишут, что оскорбительной тональности или кому-то не нравится мой голос, мой тембр, моя манера комментировать. Ну я что делаю? Я или блокирую этого пользователя, или рекомендую. Ну я же не заставляю это. Смотри, господи, ну нажми, убери звук. Если не нравится то, что я говорю, там или тональность, или тембр мой, что мешает убрать звук, это первое. А что мешает, например, нажать кнопку и уйти на другой сервис, других, на другие ресурсы. Таких ресурсов много в интернете. Люди снимают, выкладывают полное видео в интернете. Переходите на другой, на другой аккаунт, на другого автора. Третье, значит, ну, кто мешает вам убрать галочку из окошка подписка. Был пользователь, вы, может, даже и читали комментарии, который критически отозвался о моем видео, о моих комментариях по городу Якутску. Там получилась такая история, что я улетал из Якутска и по другим способам не доберешься до Москвы. Я улетал на самолете и таксист, подъехав утром, забрал меня от гостиницы. Я включил видеорегистратор, чтобы заснять дорогу. И уже проехали, наверное, полпути, когда я обратил внимание, что видеорегистратор включен, но не записывает. Можно было развернуть таксиста, снова проехать по всем улицам, по которым мне пришлось ехать по Якутску. Но, к сожалению, я опасался опоздать на самолет, поэтому стал снимать с половины пути. То есть, ну, где-то с центра города. И сказал, что в Якутске не самые плохие дороги. Самые плохие дороги, как мне показалось, это вот в Волгограде и объездная дорога Каннска. Много еще других городов. Вот, кстати, поворачиваем налево. Вот из-за этого орла на джипе, которого тормознул гаишник, был затор. Но вот этот объезд, который сейчас пошли мы обходить по улице. Так, где мои глаза? Так, Орловско-Довыдковский переулок. Двигаемся Орловско-Довыдковский переулок. И комментарий, который был по Якутску, очень не понравилось. Ему показалось, что я приукрашиваю там реальную картинку. И вы, как бы, выхваляя, что ли, Якутск, его дорожное хозяйство. И он мне прислал фотографии, на которых показаны разбитые участки дорог Якутска. Я перед собой не стал, не ставил цели снять все дороги города Якутск. Но обратил внимание, что фотографии присланные мне, чтобы посмотреть. Так, сейчас двигаемся. Так, сейчас двигаемся по большой Переславской улице. Переславская улице. Ребята, у нас главные объезды. Переслав мне фотографии. Дорог в Якутске. Ну, с мест новостроек там шла большая работа по сносу этих, как их называли, это господи, бараков. И, естественно, состояние там было катастрофическое. Ну, видно было, что идет строительство, сносят бараки. Люди жили в очень плохих условиях. Все удобства на улице. Ну, и, естественно, вот эти фотографии мне прислал с явным намеком. Денис с явным намеком, даже не знаю, как сказать, сагитировать меня на какие-то акции, на какие-то движения. Что власть в Якутске, ля-ля-та-паля, нужно менять. Вот нарушает. Проехал. Двери у троллейбуса были открыты. Вот он поехал. Ну, ладно, что нужно менять власть в Якутске, что нужно что-то делать. Он знает, как это сделать. Ну, вот в такой манере, значит, ну, чепуха полнейшая. И что интересно, пользователи ни разу, вот видите, трамвай стоит, открытая дверь, и от Орел поехал, не останавливаясь. Так, сам находится на Украине и дает рекомендации, советы, что нужно делать в Якутске близко, не видев этот город. Диалог с ним я прекратил, общаться с ним перестал, внес его в черный список. Ну, вот мне не нужны вот такие вот агитаторы, мне не нужны вот такие вот советы или... И вот я таким людям говорю, что что мешает вам убрать звук или перейти на другой ресурс. Я никого насильно цепями не приковываю к этому видео и комментирую то, что комментирую. Если кому-то не нравятся какие-то мои комментарии или еще что-то, ну, ребята, я же не заставляю никого смотреть. Это мой ресурс, я что считаю нужным, то и говорю. Политический, неполитический подтекст. Так, это улица Калашникова и Каланчевская. Улица Каланчевская, сворачиваем на Орликов переулок. Ну, это и стандартный выезд или разворот на Садовом кольце. Вот здесь небольшой заторчик будет. Ну, это стандартная обычная картина с Орликова переулка. Выехать на Садовое кольцо, на внешнюю или на внутреннюю его сторону. Соответственно, внешняя сторона надо занимать. Правый ряд, а внутренний, внутренняя сторона кольца это, ну, вот, левый ряд. Левый или второй слева. Ну, картина стандартная и зимой, и летом. Одним цветом в Орликов переулок пока вот в таком состоянии. И поскольку на втором аккаунте видео «Дорог 2» видео будет полное с реальным звуком, то то, что происходит в салоне, то общение там мат и перемат. И вот споры, говорю, политические, все государства, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, все в этих, в этом диалоге, в этих дискуссиях участвую. Я там, правда, не принимаю участия, просто слушаю. Но, тем не менее, и автолюбители, автопутешественники, автотуристы, отправляясь в дальнюю поездку, должны знать, что вот на трассе находятся и русофобы. Не только от бывших стран СНГ, но и из Европы, и финны, и поляки, и другие. Доказательств этому, вот их поведение, их поведение на дороге, вот говорит об отношении к стране. Соответственно, автомобилисты должны знать вот эту составляющую дальней поездки. Она не очень приятная, не очень часто она встречается, но она присутствует. Так что, ну, а я комментировать буду то, что считаю нужным, то, что знаю, то, что вижу. Так что, вы на меня не сердитесь. Как же этот логин? Бреннер Сепаратистейшер Шин. Я, вот... Логин очень интересный, о чем это говорит. Повторю, что мое отношение ко всем иностранам бывшего Советского Союза очень доброжелательное, лояльное. Я не прыгал на Майдане, не скакал и не орал москаляку на геляку, кто не скачет, тот москаль. Я этого не делал. Но, тем не менее, повторю, что себе в спину я слышал это выражение «Поганый москаль». Кто это говорит? Политическая подоплека. Может быть, политическая подоплека. Так что, эту тему я закрываю. У вас есть возможность убрать звук, смотреть картинку или же перейти на другой ресурс. Повторю, что я никого на этом канале насильно не привязываю. Ну вот мы выехали на Садовое кольцо. Двигаемся по внутренней стороне Садового кольца. Впереди слева Министерство Железнодорожного Российской Железной Дороги. Ремонт на Садовом кольце это обычная картина. То левую сторону ремонтирует, то правую. Но я имею ввиду, что то внутреннюю сторону кольца, то внешнюю. Дорогу сделали недавно. Еще не успели разнести, сделать разметку. Садовое кольцо. Называется Садовая Черноградская улица. Она разбивается на общее название Садовое кольцо. А участки Садово-Черноградская. А сейчас двигаемся. Земляной вал. То есть вот такими участками, вот такими отрезками она называется Земляной вал. Улица Земляной вал. Он имеет свою историю. Это название можете почитать в Википедии, в интернете на эту информацию. Вот далее впереди с левой стороны на противоположной стороне будет Курский вокзал. Раньше Курский вокзал имел привокзальную площадь. Были стоянки, были парковки. Огромная площадь была. И великолепно Курский вокзал просматривался с Садового кольца. Но на этой площади возвели вот это желтое здание с левой стороны. Это торговый центр. Так необходим, но просто очень был необходим городу, что поставили это желтое здание торговый центр. И полностью перекрыли панораму Курского вокзала. Вот с левой стороны мы проехали Курский вокзал. Остался с левой стороны. Двигаемся дальше в сторону реки Явза в сторону Павелецкого Вокзала. Но на Павелецкий вокзал мы не поедем. мы через Таганскую площадь уйдем в сторону Антроповского проспекта. Вот развязка. Подъезжаем место развязки. Тут можно развернуться и уйти на набережную Яузы сейчас над Яузой проезжаем Если уйти вправо сейчас то можно развернуться на внешнюю сторону Садового кольца или двигаться по набережной реки Яузы. Вот впереди замаячил Таганская площадь улица дополня земляной вал Возможен затор в правой полосе от обучения 60 С правой стороны сейчас будем проезжать театр на Таганке где выступал Владимир Семенович Высоцкий откуда его проводили Театр на Таганке где с Высоцким попрощалась Москва отправляя его в последний путь провожая в последний путь Вот это здание это и есть театр на Таганке С левой стороны тоннель под Таганскую площадь Это наш разговор в салоне автомобиля не знаю слышим он или нет но я не считаю что он интересный поэтому Таганская площадь это один из самых сложных перекрестков в Москве один из самых сложных если не самый сложный но для меня не самый сложный тут объединяется сейчас постараюсь посчитать сколько улиц подходит сюда сколько улиц получают развязку не не будем считать под Таганской площадью тоннель а вот на поверхности Таганской площади так я считаю сколько улиц выходит на Таганку так точить раз два три четыре пять шесть семь раз два три четыре пять в общем я даже не могу посчитать сколько улиц сколько улиц пересекаются на Таганке Несмотря на то что на Таганской площади очень много улиц пересекается получают развязку тем не менее здесь довольно редко случается ДТП вот за светофором который мигает сейчас красным цветом вот видно здание это вход в метро это вход в метро вот здесь несколько выходов метро Таганское называется несколько выходов поэтому я не скажу точно какой это выход что там в салоне вот а справа вход в метро одна улица проезжаем вторая так третья четвертая пятая семь или восемь в общем я даже по карте не могу посмотреть посчитать вот от Таганки начинается улица большие каменщики но это тоже улица имеет свое название историческое откуда взялись каменщики я не буду я не буду лезть в википедию можете почитать почему такое название что оно означает где же мои очки ну вот мы уже двигаемся по большим каменщикам а что что касается народного употребления тут все стабили цельные годовые техники остаются неизменными серьезные обладения выполнены в будущем рассматриваются в сфере недвижимости я вот уже несколько дней пользуюсь датакам М6 Макс отзыв самый положительный у меня было немало видеорегистраторов хорошие регистраторы и додик был дот хороший и каркам русскими буквами и каркам английскими буквами латинецы так что тут у нас дальше так вот с правой стороны Никольская больничная церковь с правой стороны сейчас вот видите купол церковь 40 мучеников севастопольских севастийских извиняюсь севастийских так это улица 3 Крутицкий переулок 3 Крутицкий переулок 3 Крутицкий переулок так о чем я остановился уже забыл ну вот смотрите с правой стороны поворот направо вот вот пожалуйста кто вот эти таксисты чьи у них права где они получали там можно со второго ряда но ну в общем культура вождения свою лепту вносят таксисты я сам не отличаюсь культурой поведения но стараюсь придерживаться каких-то правил так дальше впереди будет перекресток я об этом скажу на светофоре поворот ну вот может быть слышали на Дубровке Норд-Ост когда шел что-то музыкальное музыкальный спектакль и и этот музыкальный и этот на Дубровке культурный как же его назвать господи и 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 назову его театральный центр на Дубровке на Дубровке Продолжение следует... Продолжение следует... Присекаем восточную улицу, переходящую в Новоостаповскую. С левой стороны восточная улица. Вот двигаются автомобили слева направо, это по восточной улице, а справа за светофором начинается Новоостаповская улица. А мы двигаемся по Велозаводской. Вот за перекрестком, затем начнется Велозаводская. Кстати, вот сейчас будем проезжать, обратите внимание, на дороге ромбиками обозначена площадь, на которой категорически запрещается останавливаться. Даже если вы находитесь в пробке, если вы оказались на этой площадке, то вам грозит серьезный штраф. То есть на ней останавливаться нельзя. Вот сейчас, 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 сейчас... Ну вот, Бестолыч выехал, видите, впереди, и перегородил движение всем. Вот он, с левой стороны, вот он, с левой стороны, как его назвать. Так, так, где же она? Просто хочу обратить внимание тех, кто... Увидев, ну где же он? Вот ромбики, видите, проезжаем. Вот на этой площади, на этой территории категорически запрещается останавливаться. Если вы остановились на этой площади, обязательно ждите сюрприз. Письмо радости. Вот одно и вот второй участок. Это так, подсказка. Если кто приедет в Москву и не знает, и получит потом письмо радости, то имейте ввиду, вы находились в это время, остановились на запрещенной для остановки месте. На запрещенном. Так. Велозаводский переходит плавно, вот сейчас переходит. Мы проезжаем над третьим транспортным кольцом. Вот переехали его и двигаемся уже по улице Сайкина. Кто такой Сайкин? Я, к сожалению, не знаю. Используйте камеру. Натерная полоса. Ограничение 60. Так, я, по-моему, говорил насчет DataCam 6 Max. Да, так вот, много у меня было видеорегистраторов. Так, снова рекусь. Ну и уже на улице проспект Андропова. Его называют по-разному. Андроповский проспект, проспект Андропова. Слева и справа сейчас, ну, не видно Кожуховский затон. Ну, это водоем такой. Слева и справа по ходу движения. Так, опять вернусь к видеорегистратору. У меня было несколько этих видеорегистраторов. Все они работали хорошо. Я доволен всеми. Но то, что вот я увидел в DataCam, это, конечно, превзошло все мои ожидания. Очень много настроек, полезных настроек. Этот видеорегистратор можно использовать и как видеорегистратор, и как камеру. Камеру как с ускоренной, так и с замедленной съемкой. Есть встроенный проигрыватель DataCam. Очень интересная, очень полезная вещь. Я, откровенно говоря, не ожидал вот такого спектра набора услуг от DataCam. Какой вот получил. Скажу, что DataCam еще использует две системы навигации GPS и GLONASS. GLONASS это наша отечественная разработка. Вот смотрите, что вытворяет. Вот. И вот таких специалистов, таких вот водил в Москве, как грязи. Прежде чем совершить маневр, должен убедиться в том, что он никому не мешает. Ну, ладно. Так, мы сейчас пересекаем, это мост через Москва-реку. Движение воды справа налево, то есть река идет справа налево. В общем, проехали над Москвой-рекой. Продолжаем движение по проспекту Андропова. Как-то я корябро рассказал про DataCam. Кроме того, что там стоит на DataCam полизационный фильтр, который отсеивает отраженный свет, слепящий свет от автомобилей, от торпеды. Ну, видите, торпеда еле-еле заметно отражается на лобовом стекле. Если убрать фильтр, то треть видео поглощало вот это отражение на лобовом стекле. Сейчас такими фильтрами снабжены TrendVision. Ну, многие видеорегистраторы сейчас переходят обеспечиваются, начали обеспечиваться, снабжаться этими полизационными фильтрами. Плюс ко всему питание, которое подводится к DataCam, TrendVision, не к самому видеорегистратору, а именно к креплению регистратора. Очень легко снимается, одним движением на магнитах снимается. DataCam имеет авторское право на неодевое магнитное крепление. Другие вышли из положения тем, что в салазках при присоединении видеорегистратор к креплению в салазках проводящими контактами. Не нужно постоянно снимая видеорегистратор отключать его от прикуривателя. Не нужно разбалтывать, раздалбывать разъем. У меня большие проблемы с тем, что частенько приходится снимать на стоянках, на местах ночевки отключать видеорегистратор и приходится это гнездо постоянно шевелить, разбалтывать и это дает о себе знать. Во время движения отключается питание и так далее. А здесь эта проблема устранена на сто процентов. Я просто в восторге от этого инженерного решения. датакам маленьких размеров по ширине пол пачки сигарет. Длина как пачка сигарет. Такой маленький компактный. К нему чехольчик идет. Я очень доволен. Стоит конечно он не дешево. Не все например смогут себе позволить такой агрегат. Я плюс к видеорегистратору взял еще две карты памяти по 128 гигабайт. Итого этой памяти при качестве 1080 на 1020 этой памяти хватает на 13 часов непрерывной записи. По 6 часов 47 минут на каждую карту памяти. Она автоматически при заполнении по мере заполнения она сбрасывает. Так вот сейчас проезжаем перекресток называется с правой стороны Коломенский проезд который который вот если повернуть на него постепенно перейдет в Нахимовский проспект Нахимовский проспект с правой стороны будет Каширский двор этот строительный рынок Каширка и так далее ну а мы сейчас двигаемся будем двигаться по проспекту Андропова в сторону Каширки то есть с этого места двумя путями можно попасть на Каширку или сверкнуть направо на Коломенский проезд или же продолжать двигаться по проспекту Андропова Должен сказать что в зимнее время когда все возвращаются из отпусков вечером проспект Андропова бывает частенько забит пробкой но сейчас получаем удовольствие летим от того что встречное движение плотное ну а мы летим без проблем я не собираюсь отказываться от Окинори у него есть преимущество в том что кроме координат которые отражаются там пишется название федерального округа область город улица но там только крупные города но тем не менее это очень удобно при просмотре видео на канале вот направо если уйти попадем на кошерку один съезд ныряем в тоннель под кошерку ее сделали недавно эту развязку но года наверное 3 может быть 4 раньше тут скапливались огромные пробки просто потрясающие но сейчас эта проблема решена то есть мы без проблем с Андроповского проспекта попадаем на кошерку в сторону области если уйти направо вот развязка то попадете на пролетарский проспект то есть на кошерке пролетарский проспект заканчивается начинается Андроповский проспект Андропова ну а мы двигаемся по кошеркому шоссе в сторону области места уже для тех кто постоянно смотрит вот эти покатушки по Москве то вы уже узнаете для вас уже эти места знакомы то и и и и и На правой, если помните, как-то говорил, это Кошкина, улица Кошкина, она небольшая. Но Кошкин это генеральный конструктор советских танков. Так, если двигаться прямо никуда не сворачивая, попадете в Орехово-Борисово район, спальный район Орехово-Борисово, а проехав его насквозь, попадете на МКАД. На МКАД или же приедете в Домодедово. Впереди камера на скорости на полосу, ограничение 60. Видите, подсказывает, что выделенная полоса на скорость и на полосу, то есть фиксируется с правой стороны выделенная полоса для общественного транспорта, такси, спецслужб, автобусов, маршруток, заезжать на которую в рабочие дни запрещено. Но штраф, по-моему, 5000. Вот, то есть это фиксируется здесь, и вот таким образом навели порядок. То есть я предпочитаю двигаться по Москве на общественном транспорте. Но вот сейчас мы уходим вправо. Если взять еще правее, попадем в Царицынский заповедник. Это очень хорошая зона отдыха. Там замечательный Царицынский парк. Просто потрясающее место. Рекомендую, если будете в Москве, посетить Царицынский парк. А мы уходим на улицу Борисовские пруды. Отсюда можно уйти, снова направо повернуть. Это попасть на Элорехово-Борисово. Проехав, который можно попасть на МКАД. Не выезжая на МКАД, двигаться дальше, попадете в Дамо-Бедово. Но там, кстати, можно с этой трассы уйти, попасть на Врезанку. Участок немногим, ну не многие этим пользуются, а зря. Кстати, вот этот участок, съезд с Каширки на Борисовские пруды, аварийно опасен. Вот многие водители, не зная этого, начинают со второго или с третьего ряда. Ну вот с третьего двигаемся, можно направо и прямо. Со второго прямо. Начинают со второго или вот с нашего ряда разворачиваться, уходить на Каширку в сторону центра. И каждый день тут случается ДТП. Каждый день. У меня даже было одно время мысль сесть на перекрестке вот здесь, на поверхности, и снимать вот эти вот ДТП. Очень часто. Бывает даже по две аварии в день. Бывают аварии с тяжелыми, к сожалению, последствиями. Ну вот мы на улице Борисовские пруды. Мой трендеж подходит к концу. Очень удобно то, что голос за кадром Диктор предупреждает. Кратко, сжато, быстро. На других видеорегистраторах. Впереди пост, знак ограничения скорости 40 км в час. Пока уже выговорит, может этот участок проедет. Скажите камеру, ограничение 40 км в час. У меня вполне устраивает вот эта вот манера скорость предупреждения. Повторю, что пока видеорегистратором Датакам 6 МАКС удовлетворен. Пока к нему претензий нет. С правой стороны за лесополосой находятся Борисовские пруды. Водоем. Слева за домами Москва-река. Так, ну все, я на этом заканчиваю. Если кого-то обидел, не сердитесь. Всем всего доброго. До свидания. Это мой сын. Субтитры сделал DimaTorzok